11.06 в Кирове, программа «Дневной разворот» в эфире, в студии Ольга Белезина, Анна Лапшина. Всем здравствуйте! Мы сегодня работаем 2 часа, как обычно, в прямом эфире, поэтому номер телефона для ваших реплик, ваших вопросов 211-101. 211-101 – это для прямых комментариев по телефону. И вы можете написать ваши реплики нам в WhatsApp, в Viber по номеру телефона 8-909-720-101-0. Пожалуйста, мы следим, пользуйтесь, тем более, что гости у нас замечательные, можно задавать им множество вопросов. Гости! Совершенно верно! У нас сегодня, правда, женский клуб практически. Лариса Агалакова, заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Добрый день! Добрый день! Екатерина Гасанова, заместитель директора делового центра «Вятка-экспо» авиатской торгово-промышленной палаты. Добрый день! И Юлия Долгаршиных, руководитель группы компании «Юлия Долгаршиных». Юлия, здравствуйте! Здравствуйте! А говорить мы сегодня будем о франчайзинге, о том, как открыть бизнес по франшизе и о том, что этому можно научиться. Причем вот уже в ближайшее фактически время стартует в нашем городе проект «5 или 6 дней до обучения». Проект, ну, такой обучающий, называться он будет «Осознанный франчайзинг. Как купить качественную франшизу». Совершенно верно! Да, гости наши кивают, да. Да, у нас трансляция, это, кстати, видно, да, что вы киваете. Да, трансляция я сейчас занимаюсь, поэтому немножко отключаюсь периодически, но во Вконтакте нас точно можно наблюдать. Я проверила видео, можно даже помахать все. И в Ютьюбе. Скоро запустим на сайте. Да, ну, мы должны сразу же сказать, что проект этот проводится в рамках... В рамках национального проекта «Мало и среднее предпринимательство и поддержка индивидуально-предпринимательской инициативы». Так, хорошо. О чем будут рассказывать? И вообще, ну, во-первых, это бесплатная история, да? Да, совершенно верно. Если позвольте, наверное, прокомментирую. Да, действительно, в качестве одной из мер поддержки для бизнеса мы реализуем множество обучающих проектов. И вот впервые в Кирове мы запускаем обучающий проект по франчайзингу. То есть у нас разные были проекты, они повторяются из года в год, пользуются популярностью. Но вот по франчайзингу, по запросу бизнеса этот проект стартует в первый раз. То есть вот франчайзинг вроде получается, ты все готовое покупаешь себе, но все равно учиться нужно. То есть несмотря на то, что бренд уже сильный. Невозможно просто купить все, и у тебя работает, и ты богатый. Скорее надо объяснить, почему эта система достаточно успешна, уже давным-давно используется. И немногие у нас предприниматели понимают, как пользоваться этой системой. А в основном очень многие думают, что это нужно кому-то что-то заплатить, да, а так оно и есть. Обычно платится и за бренд, и потом в дальнейшем платится там либо за товар, если это какие-то там розничные вещи, либо это идет роялти, то есть это ежемесячный платеж, он тоже может быть разным. Либо установленная величина, либо от твоей прибыли. Вот. И так как у нас люди не очень любят платить кому-то еще, да, то есть такая тема, что лучше я сам все сделаю, набью шишек. Вроде бы что, все остальные же работают, да, почему бы и нам тоже не работать, вот, и не открывать свой бизнес. И получается, что как бы зачем кому-то еще платить деньги. Это действительно так, потому что кажется, что наоборот покупаешь франшизу, и это легкий путь в бизнес, вместо того, чтобы заново там что-то набивать шишки, как говорится. Да, все правильно. Вот я, например, 9 лет назад, когда покупала свою первую франшизу, у меня вообще не было опыта работы ни руководящей, ни в бизнесе. Именно поэтому вот мы решили приобрести там первую франшизу и достаточно купили сильную франшизу. Это была обувь и аксессуары, до сих пор есть Паула Конте. Они развиваются 50 на 50 примерно своими магазинами и франчайзингом. У них есть очень серьезная система. И я прям брала вот эти вот бумаги, талмуды и прямо по ним вела свой бизнес, как бы это ни странно звучало. Они, например, мне дали полностью серьезную разработанную бизнес-проект, какие инвесторы у меня необходимы, как у меня будет окупаться мой бизнес. И я к этим материалам возвращалась лет 5 после того, как открыла эту франшизу. Покупаю уже последующие франшизы, может быть, не настолько сильные. Вот мне повезло с первой франшизы. И поэтому я вот каких-то там серьезных шишек, так скажем, да, не заработала. Ну и второй момент – это узнаваемость. То есть одно дело, когда мы привозим известные, серьезные федеральные бренды, да, когда мы открывали Паула Конта, у нас прям говорили, ну когда же вы уже откроетесь? Когда мы привезли, извините меня, самую серьезную, самую узнаваемую федеральную сеть кофеин «Шоколадница», да, но это, я считаю, что это гордость для нашего города, что у нас представлена «Шоколадница». И ведь этими брендами мы тоже продвигаем наш регион, да, делаем его более интересным и для наших гостей, и для наших… И для молодежи кировской, которая говорит, что делать в Кирове, тут вообще ничего нет. Да, а именно поэтому платятся деньги за бренд, потому что он уже известен, он уже продвинут, и поэтому никому не нужно объяснять, что такое «Шоколадница» практически, да. Вот, поэтому за это тоже стоит заплатить деньги и не вкладываться изначально для того, в большую узнаваемость того или иного бренда. Ну и плюс, те компании, которые продают франшизы, им невыгодно, чтобы предприниматель быстро закрылся. У них же тоже есть свои портфолио, да, у них тоже есть те данные, которые они предоставляют на внешний рынок, и, соответственно, они вам помогают. И даже вот в период вот этой вот пандемии всё равно была помощь, да, от наших компаний. Кто-то помогал общаться с торговыми центрами, кто-то высылал письма, которые необходимо направить, кто-то снижал там проценты, кто-то просто мог позвонить и сказать, ну как ты там предприниматель, держись, да. Ну, доброе слово, знаете ли. Это тоже нужно, да. Вот, поэтому вещей, которые за франчайзинг, именно по этому пути развиваюсь я, и у нас уже более девяти франшиз, имеется опыт работы с более девятью франшизами. И поэтому, конечно, вот я лично очень люблю эту систему, и я не первый раз выступаю на эту тему и говорю, что это действительно так. И поэтому этот проект очень важен именно объяснить нашим предпринимателям, что плюсов, наверное, больше, чем минусов всё-таки. Проект стартует 25 сентября. Да, я вот, наверное, скажу о том, что Юля сама принимала решения, сама двигалась, и 9 лет назад у нас таких обучающих проектов не было, даже в проекте не было. А сейчас у начинающих предпринимателей, у действующих предпринимателей, те, кто вообще задумываются, они повести ли мне бизнес по франшизе, есть возможность получить колоссальный опыт и информацию абсолютно бесплатно от ведущих спикеров, экспертов, как регионального, так и федерального уровня. И можно получить знания по всем как раз юридическим тонкостям, как договор заключать по франчайзингу, какие есть риски при заключении договора. То есть обучающий проект, он позволит вообще полностью подготовиться к ведению этого бизнеса и непосредственно пообщаться очно, вживую с такими достаточно опытными экспертами различного уровня, и не только из нашего региона, но и из других регионов. Я видела, кстати, в экспертах у вас, не вспомню имя, фамилия девушки, которая тут участвовала в выставке «Байбренд», которая проходила в Москве, как раз вот. Это Кизима Мария Александровна. Да, да, да. Она приедет сюда и будет проводить этот проект. То есть это, ну, там, топ-уровень по работе. А как выглядит вообще запрос? Это же происходит по запросу от кировского бизнеса, да? Как люди приходят? То есть это на других семинарах задавали вопросы? Нет, здесь мы, на самом деле, очень плотно общаемся с нашими общественными объединениями, предпринимателями, в том числе с Виатской торгово-промышленной палатой, которая непосредственно с бизнесом работает. Конечно, это предприниматели, которые в других обучающих проектах, то есть вопросы возникают. В центре «Мой бизнес» множество мероприятий происходит, и обсуждаются темы интересные. И вот, да, предприниматель говорит, вот нам бы интересно было бы по франчайзинку, общественное объединение, да, торгово-промышленная палата тоже, что вот в последнее время участились такие запросы от бизнеса, как вообще можно работать по франшизе, какие будут в тренде там, да, франшизы, насколько там перспективно. Это как раз на проектах, в основном, например, начинающий предприниматель, да, то есть выбирают то или иное направление бизнеса, куда пойти. Вот такие вопросы возникают. И в последнее время, в последние два года как-то все чаще и чаще эти вопросы возникали. И вот в 2020 году принято было решение и поддержано Минэкономразвитие России, утверждены соответствующие, скажем так, средства федерального бюджета в рамках нацпроекта на этот обучающий проект, чтобы как раз привлечь высококвалифицированных спикеров, как вы говорите, топ-уровни. Ну давайте мы про спикеров расскажем. Давайте это я расскажу, да. Екатерина, у меня к вам просьба немножечко погромче говорить, пожалуйста, потому что у нас этот микрофон, он менее чувствительный, чем все остальные. Хорошо. Ну так как мы занимались полностью и составлением программы, и работой со спикерами, то я здесь про них немножко расскажу. Ну я считаю, что у нас очень хороший такой подбор спикеров. Потому что, да, есть спикеры из Перми, Багушевская Юлия Викторовна, Кизима Мария Александровна, это компания «Франчайзинг интеллект», и вот этот проект, осознанный франчайзинг «Как купить качественную франшизу», это программа вот этой компании, она разработана и утверждена Министерством экономического развития, как раз для подготовки предпринимателей. То есть это такой прямо уже сложившийся образовательный проект. Да, вот Юлия Викторовна и Мария Александровна, они вообще работают со многими регионами в рамках проекта «Мой бизнес», то есть вот эту обучающую программу ведут. Поэтому, так как мы по теме франчайзинг, Клиатская торговая промышленная палата с этими спикерами работают с 2017 года, конечно, мы сразу же обратились к ним. Ну и также у нас эксперт-практик Юлия Викторовна Долгаршиных, которая работает по девяти разным франшизам. В городе Кирове, что важно, да. То есть вы можете именно вот как это все на нашей же земле приживать сказать. Да, знают региональные наши особенности. Ну а так тема достаточно, правда, интересная. Я с предпринимателями работаю давно. Есть у кого-то печальный опыт открытия франшизы, и потом они отказываются от этого. По разным абсолютно причинам может быть неправильно выбрано, неправильно составлен договор. И вообще ведь не каждый бизнес, наверное, можно по франшизе основать. Вот это тоже такой вот выбор. Поэтому здесь все эти вопросы будут рассмотрены. Какие есть малобюджетные франшизы, с каких можно начинать. Юридические тонкости, подводные камни, практику. Мы приглашаем практически всех руководителей бизнеса нашего города, кто работает по франшизе, чтобы они поделились своими историями успеха, ну или, может быть, не успеха. Это тоже важно. Вы говорите про руководителей бизнеса и предпринимателей. А люди, которые только-только вообще задумываются о том, чтобы в бизнес прийти, они могут подать заявку на проект? Да, здесь могут принимать участие в проекте предприниматели Кировской области. Даже если они в другой сфере работают, решили какое-то дополнительное направление открыть. То есть действующие предприниматели и просто физические лица, жители Кировской области, которые хотят узнать, что это такое, которые планируют начать предпринимательскую деятельность. Но я вот вижу у вас в анонсе, что количество мест ограничено для тех, кто сможет принять участие в семинаре. То есть все-таки будет какой-то конкурс, какой-то отбор, вы кому-то будете отдавать предпочтение? Конечно, ограничений. В принципе, у нас 50 мест планируется. Ну, наверное, чуть-чуть мы сможем увеличить. Но заявки, в общем-то, идут хорошо. На сегодняшний день больше 40 уже регистраций. Осталась неделя до старта проекта. Так 10 мест осталось всего. А может, будет онлайн? Ну вот здесь я, наверное, прокомментирую. Сильно учитывая ограничительные мероприятия на территории региона, на площадке центра «Мой бизнес» у нас тоже получается ограничительное количество. Поэтому, конечно, если будет прям поток желающих, мы техническую возможность такую имеем в центре «Мой бизнес» подключить онлайн. Сделал трансляцию. Да, трансляцию мы сделаем. Но согласитесь, что в любом случае, конечно, очное участие, оффлайн, его ничем не заменишь. Мы понимаем, что уже все соскучились по таким мероприятиям. Но онлайн, я думаю, что мы имеем такую техническую возможность удовлетворить всех граждан. 18 плюс на территории нашего региона. И в любом случае, например, из Подосиновского района, из отдаленных районов, предприниматели, кто не сможет приехать, они могут подключиться онлайн. Так, еще такой вопрос. По истории, по окончании, так скажем, этого проекта. Есть ли какие-то условия, которые участники должны выполнить? То есть они должны что-то сделать? Может быть, они вот сходил, да, обучился, будь добр, открой бизнес по франшизе. Или таких ограничений нет? Ну, в целом, эта программа направлена именно на то, чтобы донести до предпринимателей знания именно в этой сфере бизнеса. Но по окончании проекта, конечно, мы попросим их презентовать то, к чему они пришли во время проекта. Потому что будут практические занятия, будет деловая игра, будут кейсы. И поэтому хотелось бы от них услышать в конце проекта. Он, конечно, небольшой. Это не шесть дней подряд, кстати, он будет. Там плотно у нас два дня будет, а остальное время по вечерам. То есть хотелось бы от них услышать, что им дал этот проект. Но обратную связь какую-то, да? Да, и какую бы они для себя выбрали сферу бизнеса, если будут выбирать франчайзинг. А дальше готовы как раз и Вятская торговая парламышленная палата, и Центр мой бизнес, необходимые консультации в дальнейшем. В том числе они могут взаимодействовать с экспертами, с наставниками, чтобы продолжить свое обучение и дальше сопровождение по уже непосредственно открытию франшизы. При необходимости, если нужно будет повторить подобное мероприятие, то здесь тоже мы готовы рассматривать корректировки, может быть, на 2021 год, ну и в дальнейшем сопровождать. Здесь все готовы помогать. Вообще, вы знаете, я еще немножечко дополню, это действительно очень круто. Вот 9 лет назад действительно я соглашусь, что у меня такого не было. Не хватало. Более того, даже сейчас Сбербанк, не в рекламу будет сказано, но все же у них даже есть определенный набор франшиз, по которым идет льготное кредитование. То есть вот мы, например, когда обращались со своим тогда еще первым кредитом, таких даже близко условий не было. И поэтому очень бы хотелось видеть заинтересованность именно тех людей, которые будут посещать этот проект, потому что я еще раз вам скажу, я далеко не первый раз выступаю у нас в городе Кирове на подобных мероприятиях. И вот так придут, послушают, а дальше вот этого послушания больше дело не идет. А действительно даются абсолютно все инструменты. Сейчас настолько это важно, настолько интересно получить все возможные консультации, всю правду услышать, все подводные камни, да еще и финансово тебе тоже в принципе могут помочь. Так же, как и, наверное, с субсидиями, да? Да, есть и льготные займы в Центре мой бизнес. Об этом мы тоже расскажем на обучающем проекте, что чем дальше, какими мерами поддержки могут воспользоваться предприниматели. И здесь вот, наверное, тоже в кризис иногда переориентировать свой бизнес или его расширить или пойти каким-то другим путем, например, путем франшизы. Действительно, наверное, очень правильная история. Попробовать эти силы, тем более, когда тебе расскажут информацию. Страшно, когда ты не знаешь. Когда ты знаешь, уже не так страшно идти по тому или иному пути, особенно когда уже опыт такой есть и положительный опыт есть. А ты понимаешь, что ты не один такой, да? Да, да. Называется мероприятие «Франшиза за и против». Все-таки давайте поговорим про другое. Нет, давайте так. Мероприятие называется «Обучающий проект. Осознанный франчайзинг. Как купить качественную франшизу». Да, да, да. Но… Есть батл. Да, перед этим мероприятием для тех, кто зарегистрируется, для того, чтобы еще раз в такой неформальной обстановке обсудить вот эти все моменты, мы планируем провести бизнес-баттл «Франшиза за и против». И здесь я хочу отдельно про это мероприятие сказать. Еще раз обозначу, что участниками смогут стать те, кто зарегистрировался на обучающий проект. Вот. Ну и мы будем, конечно, приглашать уже тех, кто ведет бизнес. Ну, бороться в этом баттле будут уже какие-то действующие. Да, да. Ну, здесь изюминка вот в чем. У нас будет модератор Ирина Ускова, Ирина Уроженко Кировской области. Сейчас живет и ведет бизнес в Нижнем Новгороде. Кофейне у нее у нас. А, да, основатель и руководитель сети «Кофейн» и автор книги «Кофейны без франшиз». То есть она вот дала согласие стать модератором проекта. Я думаю, что можно будет здесь тоже услышать. То есть она будет топить за то, что франшизу не надо покупать, да? Вы знаете, я когда с ней разговаривала, нет. Она сказала, что вот у меня такая позиция, я не против франшиз. Но нужно выбирать, подход должен быть правильный и грамотный. В принципе, за что вот мы сейчас, про что мы сейчас и говорим. И также у нас будет специальный гость из Москвы, Алена Кришевич. Мы ее подключим на какой-то период. Это основатель проекта «Франшизора» и эксперт рынка франчайзинга Российской Федерации. Она виртуально будет присутствовать? Онлайн. Да, она будет онлайн. Ну, достаточно тоже такой человек, который много знает по этой теме. Когда ты ведешь что-то, что называется франшизора, это говорит о том, что ты глубоко. Поэтому еще раз говорю, здесь будут присутствовать это мероприятие только для участников проекта. А на проект можно зарегистрироваться на сайте «Франчайзинг 43». Ну и традиционно вся информация у нас на сайте «Мой бизнес 43 РФ». То есть про это тоже сайт не забываем. Ну и горячая линия наша 410-410. Все, что касается мер поддержки, работы в период карантина. Мне кажется, весь бизнес уже наизусть знает этот номер. 410-410, да. Ну и, собственно, по нему же справки как раз можно получить по поводу вот этого обучающего проекта. Давайте мы еще перед рекламой. У нас есть... Нет, давайте все-таки про минусы. Это против франчайзинга. Кто-нибудь что-нибудь скажет ей. Мне вот вопрос. Может, есть противопоказания? Может быть, есть какие-то особенности личности, которые этому противоречат? Это вот Юлия, вы как человек, который имеет большой опыт работы с франшизами. Я не знаю. Может, есть люди, которым это не подходит? Я вообще могу сказать, что есть люди, которым не подходит предпринимательство в принципе, да. Вот мое личное мнение, что человек, он такой предприниматель с коммерческой жилкой, это нужно им родиться все-таки. Вот у меня лично мое такое впечатление, что прям научиться, если ты вообще вот вообще у тебя нет никакой предпринимательской жилки, наверное, этому все-таки невозможно. Хотя, может быть, и есть какие-то такие... Хотя, Юля, в тренде нашего нацпроекта «Мало и среднее предпринимательство», что предпринимателями не рождаются, предпринимателями становятся. То есть вот есть вот разные точки зрения. Вот мне кажется, вот это вот, вот это вот, вот я с детства, например, люблю деньги. Да? Чтобы в магазины играли в детстве. Да, я в детстве всегда играла в магазины, и у бабушки, бабушка была у меня заведующей столовой, вот, я, например, у нее любила сидеть на кассе и отбивать, там мне разрешали, порублю, короче, хлеб. Вот, поэтому вот, знаете, вот все равно вот это какая-то вот такая вещь, знаете, кто-то в детстве что-то перепродает там или что-то меняет, да? Вот, все равно вот эта вот жилка, она должна быть, ее уже, естественно, воспитывает, да? То есть я тоже пришла без опыта абсолютно вот в эту сферу, но вот, слава богу, получается. Поэтому вот какие-то противопоказания все-таки ты должен понимать. Либо ты окунаешься в бизнес, либо ты окунаешься в предпринимательство, и ты дальше несешь на себе абсолютно все риски, за тебя уже никто ничего не сделает. Даже компания, которая продает франшизы, то есть в чем здесь еще одна такая фишка, что они, конечно, вам дают все инструменты, но они с вами нянькаться не будут. Да, деньги ваши, бизнес ваш абсолютно весь, вот, люди, которые будут у вас работать, это ваши люди, и, соответственно, вы уже должны сами нести ответственность за это. Здесь тоже нужно уметь нести ответственность за свои решения, и за те результаты, к которым эти решения приведут, да? Поэтому вот здесь нужно уже человеку именно для себя решить. Он окунается вообще в принципе в предпринимательство, да? Либо еще пока в раздумьях. Если окунаются, то тогда, опять же, если опыта нет, я за франчайзинг. Если опыт есть, но, опять же, недостаточно успешный, то я снова за франчайзинг, потому что в основном весь серьезный франчайзинг, он успешен, да? И те бренды, которые мы там знаем, они успешны. Именно поэтому они продаются, именно поэтому за них и просят определенные деньги, да? Когда вы покупаете тот или иной бренд. То есть это уже пройденный неоднократно путь кем-то, да? Да, да. И подтвержденные результаты. Можно я добавлю про предпринимательские способности? Вообще, по оценкам международных экспертов, только 5% всего населения земного шара рождаются с врожденными предпринимательскими способностями. Еще примерно у 30% их можно как-то развить. Поэтому, да, я тоже много работала. Вот 35% уже. А я здесь добавлю, что у нас есть такая тоже интересная история в рамках нацпроекта. Мы проводим тестирование предпринимательских способностей для молодежи и 18+. Это профориентация такая, да? Да, и смысл этого тестирования не в том, что там вообще способен ты либо не способен к ведению предпринимательской деятельности, а особенность в том, что какие у тебя компетенции слабее, которые нужно развивать, чтобы успешно вести предпринимательскую деятельность. Поэтому тоже на сайте мойбизнес.43.рф можно еще и вот... Протестировать. Да, следить за информацией. У нас ежегодно, вот с прошлого года, когда у нас проект начал работать, вот у нас еще такая есть история, это тестирование предпринимательских способностей. Тоже бесплатно. А по вашей оценке, сколько вот из тех, кто тестируется прямо вот со всем предпринимателей-предпринимателей? Вы знаете, здесь я не эксперт, то есть уже анализируют эксперты, и они тоже все-таки склоняются к тому, что тут нет цели сказать, ты предприниматель или не предприниматель. Вот тебе не хватает таких-то качеств, тебе не хватает таких-то профессиональных компетенций. Но учитывая вообще, вот, и видя, как у нас проходят обучающие проекты, конечно, интерес к предпринимательству, он не ослабляет, он, наоборот, только увеличивается. Сейчас подрастает поколение двухтысячных, которые родились в двухтысячных, на другого поколения. Это будет все равно рост молодежи, и мы, конечно, тоже очень рассчитываем на то, что многие как раз реализуют себя в том числе и в предпринимательской деятельности. То есть это уже ребята 20 лет, и которые вполне, много молодежи стало на наших проектах, которые готовы, ведут и не боятся, и у них есть время и попробовать, и ошибиться, и снова начать. Они не боятся ошибаться, да, это правда. Ну вот то, что обучающие мероприятия проходят бесплатно, это, конечно, большой плюс, потому что, когда ты не пробовал, и у тебя есть вопросы, могу, не могу, как вообще это устроено, ну, за деньги ты, наверное, ну... И на мероприятии можно найти себе партнера, да, если ты сам один боишься, да, некоторые, вот кто-то готов одиночку работать, кому-то нужна команда, да, они иногда потом расходятся, да, но иногда начинают бизнес на двоих, на троих, это было и в 90-е, и в 2000-е, и сейчас это происходит. Поэтому на мероприятиях можно и объединиться, попробовать сначала вдвоем там купить эту франшизу, если страшно, а потом уже, ну, поделите, такое тоже бывает. Да, главное мирно поделить, потому что мы другие примеры тоже знаем. Да, что там цели номер два большинства людей, которые приходят на эти мероприятия, нетворкинг. То есть ты находишь там партнеров или каких-то наставников себе, и вот человеческий еще капитал получаешь тоже для работы, для развития. Давайте мы сейчас быстро сходим на рекламу и вернемся и продолжим. Возвращаемся в студию. В дневном развороте сегодня рассказываем о мероприятии для тех, кто хочет попробовать себя или развиваться в бизнесе по франшизе. У нас в гостях замминистра экономического развития Лариса Галакова, замдиректора делового центра «Вятка-Экспо» ВТПП Екатерина Гасанова и руководитель группы предприятий Юлия Долгаршиных. Юлия Долгаршиных, человек, который, не сказать, что перепробовал, потому что не бросал. Очень много франчайзинговых проектов. Анна Лапшина, Ольга Белезина и еще у нас на телефоне кто-то. На телефоне у нас... Девушка. На телефоне у нас, да, человек с вопросом, девушка с вопросом. Слушайте, где мужчина в бизнесе? Что там происходит? Да, добрый день. Добрый, добрый день. Да, это Инна Валикжанина, вот я по голосу узнаю, да? Да, это Инна Валикжанина. У меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, хотелось бы сказать, что очень здорово, что придумали такие курсы, такие встречи, они очень нужны по франшизе. А можно ли уточнить, будет ли речь о том, как создать самим франшизу? То есть, что нужно сделать, чтобы самим создать, ну, сделать возможность создавать эти франшизы? То есть, самому стать таким центром, который распространяет, да, вот знание, знание, опыт. Спасибо большое за вопрос. Вопрос очень хороший. И на самом деле у нас есть тоже кировские предприниматели, которые упаковывают свой бизнес во франшизу и продают ее успешно, в том числе другие регионы. И мы заинтересованы на территории региона, как чтобы у нас по франчайзингу бизнес развивался, и бренды в Киров приходили, в регион приходили. Это было бы для комфортной и для нашего населения, для граждан, да, возможность комфортно жить. Но и нам важно, чтобы наши предприниматели упаковывали свой бизнес во франшизу. Потенциал огромный. И вот следующим этапом у нас был уже в этом году небольшой вебинар, совсем небольшой, как упаковать бизнес во франчайзинг. Показал свою популярность, и мы планируем вторым этапом уже сделать подобный обучающий проект, тоже вот в таком же формате, не совсем продолжительном, но и не кратковременном. Как уже упаковать свой бизнес во франчайзинг и уже посмотреть с другой стороны данного бизнеса. Но это будет не в этом проекте, это попозже немножечко. Это не в этом проекте, да. В этом проекте тоже коснутся этих вопросов, небольшие, скажем так, темы будут, но он не будет, скажем так, ядром этого проекта. То есть, конечно, коснутся предпринимателей. Здесь, я думаю, что и Юлия Багушевская расскажет тоже, они со всех сторон знают эту тему. Но это и другие люди, это другие предприниматели, которые уже свой здесь бизнес открыли, и им нужны другие знания, другие нюансы. Поэтому это будет второй этап проекта, и надеемся, что мы тоже его успеем провести в этом году. Инна? Алло? Так, отключилась у нас, да, Инна Витальевна? Хорошо. Надеюсь, что мы ответили. Да. И опять же подчеркну, следите за новостями на сайте мойбизнес43. Можно будет переслушать. Мы во время перерыва решили, что мы сейчас, конечно же, сосредоточимся на видах, на видах франшиз и на том, как меняется это все, но с течением времени. Потому что нам Лариса Юрьевна сказала про молодых предпринимателей. И вот у меня вопрос, а все вот сейчас, если мы о франчайзинге говорим, остается таким же, как было там 10 лет, например, назад? Или появились новые какие-то виды бизнеса, которые франшизы свои распространяют? Ну, вы знаете, вот я готовилась к этому проекту. У меня достаточно много времени заявлено на выступление. И надо вам, надо признать, что вот даже начало 20-го года и вот сегодня, на сегодняшний день, те вещи, которые я, те материалы, которые я нахожу, это абсолютно две разные уже планеты. Вот, если там, там даже возьмем прошлый год, в основном у нас развивалась сфера, кстати, общепита, очень хорошо шла по франчайзингу. Ну, и различные там розничные истории, да, касаемые розничных продаж. Вот, то на сегодняшний день, например, самое большое падение как раз идет по продаже франшиз по общепиту, около 46% вот после пандемии. Вот, и фокус, конечно, сместился. Фокус сместился на темы медицинские и на темы услуговые. То есть, почему? Медицинские, я думаю, тут всем понятно, да? Да, это сейчас у нас такой тренд, который еще будет с нами какое-то время. А услуговые почему? Потому что, во-первых, это легко воплощается в жизнь, в общем-то, это несложно, да? Вот, когда тебе дадут особенно определенные наработки, например, там, предположим, школа быстрого чтения для детей, да? Ну, тебе дадут определенные наработки, ты там обучишь у себя пару тренеров, вот, и, соответственно, начнешь уже этим заниматься под какой-то, под каким-то там единым брендом. Вот, и это относительно недорого. Вообще, вот, все, что касается, я вот посмотрела, например, уникальные эти технологии инвестиций составляют от 50 тысяч рублей. Это, поверьте мне, немного. То есть, это вход в бизнес? Да, 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 да. Вот, например, интернет-магазин от 100 тысяч рублей, это тоже, поверьте мне, немного. Консалтинговые услуги от 350 рублей. А если мы говорим вот здесь вот, там, столовые, я нашла вилка-ложка, да, которые сейчас, кстати, активно развиваются, именно вот не ресторанная тема, а именно вот столовые, да? Здесь уже вход идет от 9 миллионов рублей, да? То есть, вы понимаете разницу. Поэтому понятно, что те, кто начнут задумываться, то вот, конечно, открываешь сейчас сайт by brand, там, или любой франшизы, там, ru, открываешь сайт, и там просто вываливаются все возможные услуги. Консалтинговые, юридические, там, абсолютно-абсолютно любые-любые-любые, вот, именно все, что касается сферы услуг. Потому что вот она относительно сейчас там недорогая. А такие там большие инвестиции, как на сферу общественного питания, это, конечно, нужно там серьезно поискать. Ну, мне кажется, даже человек, который никогда бизнесом не занимался, примерно понимает разницу во вложениях, там, да, при открытии даже столовой, а не ресторан, допустим, да, и открытии маленького офиса какого-то или центра маленького детского, да, все равно разница большая. Кстати, перед карантином предрекали, что очень большое развитие получат потом дистанционные образовательные услуги детские. Да, да, кстати, вот они тоже здесь есть, здесь есть школа английского языка у меня, ну, вложения, кстати, от 600 тысяч рублей, вот, те, которые заявлены, я смотрела. Это первые такие топовые десятки, вот, и виртуальные реальности, дистанционное образование, вот, вот в таком формате тоже достаточно популярные. Это все есть, и об этом тоже будут рассказывать? Ну, я, например, об этом расскажу, да, у меня прямо есть слайды конкретно с цифрами и конкретно с названиями. То есть я покажу то, что я нарыла, но, в общем-то, можно открыть любой источник и тоже это посмотреть. Единственное, я немножко смотрела, знаете, со своей точки зрения, понимая уже, где, ну, так скажем, стоит обратить внимание на эту франшизу, да, либо, ну, я бы там не стала обратить внимание. Ну, у вас еще просто, у вас еще просто глаз дымет, то есть вы понимаете, стоит связываться или нет. А человек, кстати, который вот только-только заходит или никогда с этим дело не имел, он, конечно, может заплутать в том разнообразии, которое выложено, да, везде. А вот, смотрите, не будешь ли ты, допустим, заложником, выбрав сейчас наиболее доступный с финансовой точки зрения проект, не подумав о том, какие будут у него перспективы. Ну, вот понятно, что коронавирус и кризис никто не мог предсказать, и общепит был некоторое время очень реально популярен. Я посмотрела в РБК топ-10, это пиццы, бургеры, кофе, ну, и там еще какие-то услуги, вот, но нужно же еще смотреть на перспективу, может быть, есть у вас видение, что в ближайшее время... Будет ли это нужно через 10 лет? Да, вот, что будет людям интересно. Вообще, для того, чтобы понять, работающая франшиза или нет, вообще в любое время, до пандемии, после пандемии, нужно найти действующего франшизи и взять его контакты у того, кто продает франшизы. И созвониться с ним, и задать ему вопросы. Вот мне очень много людей звонят с различных, там, с различных городов, вот, и спрашивают, например, вот, у вас есть такая-то франшиза, как она работает? Я, как человек, который живет в другом регионе, это мне не конкурент, да, это просто предприниматель, я, естественно, ему говорю, как есть, да, какие есть плюсы у этой франшизы, какие есть минусы, на мой счет, на мой взгляд, вот, и дальше уже анализируем и смотрим, да. То есть, если вы сейчас берете франшизу, у которой вы первый, тот, кто покупает франшизу, ну, наверное, надо задуматься. А если, извините, у них там 250-300 франшиз, да, и они вам легко дадут, вам какой город, да, они скажут, вам какой город по населению близки Кирову, да, по финансовой своей устойчивости. По показателям, да, близки Кирову, да, тогда это совершенно другой вопрос, и как раз вот сейчас стоит задать вопрос, какой вы стояли в пандемию, как у вас работал бизнес, как вы вышли из пандемии, как у вас сейчас строится бизнес, насколько вы потеряли, насколько вы там устойчивы, неустойчивы, то есть вот сейчас тоже очень великолепный период. И вообще говорят о том, что сейчас очень хороший период для того, чтобы покупать франшизы. Во-первых, компании уже стали более лояльные, да, и скидки будут делать. То есть условия, условия улучшились. Да, условия улучшились, и сейчас предрекают, что к концу 2020 года рынок по продаже франшиз начнет расти, в отличие от того, что все остальные рынки достаточно будут еще в таком состоянии, шатком. Вот, поэтому сейчас самое время, и вот очень вовремя этот проект в том числе. Так, по проекту я бы еще хотела попросить, не знаю, наверное, Екатерину лучше, да, Гасанову, все-таки по расписанию. Вы сказали, что будут плотно два дня, я так понимаю, что это выходные, да, и дальше занятия вечерами. Первый день стартуем мы 25-го, это пятница, то есть здесь, здесь с 11, сейчас секундочку, да, с 10 утра, то есть вот этот день будет весь день, и следующий день суббота. Вот, ну вообще еще раз хочу сказать, что на сайте франчайзинг 43 там есть вся информация о спикерах, там есть программа подробно со временем, с датами, с местом, поэтому можно туда зайти, все посмотреть, и там же есть ссылка на регистрацию. Прогуливать можно будет занятие, если вдруг кто-то не сможет? Думаю, что можно. Но немного. Знаете, я всегда говорю, ну вот, ну бесплатно же дают, что ж не взять-то? Ну нет, я тут больше по уважительным причинам, конечно, отсутствие имею в виду, потому что если мы говорим о людях, которые уже работают, да, не студенты, например, то, ну может оказаться так, что они какой-то момент не смогут. Мне лично всегда обидно, когда, опять же, бесплатное мероприятие, все придут, сначала посмотрят, потом разойдутся, и к концу вот этих там 3-4 человека сидят и скучают. Вот мне всегда очень хочется сказать, что присутствие обязательно на всех днях. Но в последнее время, хотелось бы отметить, может быть, это тоже было связано с тем, что пандемия, что насиделись дома, но те мероприятия, которые мы сейчас в центре «Мой бизнес» проводим, у нас аншлаг, и никто не расходится, и все-таки действительно мы стараемся подбирать спикеров, тех, от которых уйти не захочется. Ну, я не сомневаюсь в том, что спикер — это прекрасный совершенно, я еще раз говорю, я про уважительные причины, про уважительные причины людей, которые работают, и, может быть, где-то им надо отлучиться. Так, звукорежиссер на показали, что одна минута. Мы сделали замечательную затравочку, и тоже уйдем для того, чтобы вернуться с новой темой. А всех, кого мы заинтересовали, я надеюсь, что мы большое количество людей заинтересовали этой темой франчайзинга. Да, франчайзинг43.ру — это сайт. 410-410 — это горячая линия. Если вдруг какие-то вопросы, пожалуйста, звоните. И благодарим наших гостей. Лариса Агалакова, заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, Екатерина Гасанова, замдиректора делового центра «Вятка-экспо», Юлия Долгаршиных, руководитель группы компании «Юлия Долгаршиных». Спасибо большое. Семинар, точнее, обучающий проект стартует 25 сентября.